Здравствуйте! В эфире информационная служба телекомпании «Радуга-3» в студии Надежды Щепакина. Смотрите сегодня, 2 ноября, в выпуске новостей. На страже чистоты административная комиссия провела рейд по нарушениям правил благоустройства. Каникулы с пользой школьники района в Сергеевском музее обучаются азам гончарного дела. Маленький виновник торжества в Сергеевском отделе ЗАГС торжественно зарегистрировали 400-го малыша. Вспомним о смуте. Мероприятие, посвященное Дню народного единства, прошло в Центральной детской библиотеке. И начинаем выпуск с печальных событий. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло у нас в районе вчера, 1 ноября, около 7 часов вечера на 1128-м километре федеральной трассы М5. Автомобиль 10-й модели сбил 25-летнюю женщину с ее трехлетним сыном. В этот момент они переходили дорогу. Ребенок погиб на месте. Его мать с травмами различной степени тяжести госпитализирована. По данным полиции, женщина находилась в нетрезвом состоянии. За рулем десятки был 53-летний житель села Иссаклы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Несколькими днями ранее в поселке Суходол произошла авария, в которой погибли двое молодых людей. В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, в ходе которой назначены ряд экспертиз, в том числе, которые позволят установить, был ли водитель трезв. Таковы первые печальные последствия первого снегопада. В двух дорожно-транспортных происшествиях водители не были готовы к началу зимнего сезона, не переобули свои транспортные средства, наша полная резина не была заменена. В связи с чем госавтоинспекция обращается ко всем водителям, быть предельно внимательными и осторожными, потому что у нас погодные условия меняются, начался обильный снегопад резко. Конечно же, проводятся всеми службами работы, чтобы не было на дороге гололедец, чтобы у нас дорога не вставала, количество дорожно-транспортных происшествий не возрастало. Но, тем не менее, безопасность каждого на проезжей части зависит и от нас самих. Если вы еще не переобули свои транспортные средства, то следует уже подумать об этом, конечно же, посетить СТО, соблюдать правила дорожного движения, нарушать скоростной режим, особенно в условиях снегопада, ограниченной видимости, вблизи пешеходных переходов и населенных пунктов. И всем пешеходам, конечно же, использовать световозвращающие элементы, чтобы обозначить себя на проезжей части в темное время суток. В очередной раз административная комиссия проверила чистоту контейнерных площадок. И в первую очередь акцент был сделан на предмет складирования крупногабаритного мусора, вывоз которого на контейнерной площадке запрещен. Так, на сегодняшний день уже выписано штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. Жить в чистоте и порядке, гулять по аккуратным ухоженным улицам – вполне понятное желание каждого из нас. Так кому же встать на стражу чистоты поселков Сергиевского района? Кто должен следить за своевременным вывозом мусора и что требуется от нас, жителей? К порядку на улицах с 2008 года имеет непосредственное отношение предприятие «Автотрансервис». Именно его рабочие призваны осуществлять централизованный вывоз ТБО в районе. Всего в «Автотрансервисе» на сборе мусора ежедневно задействовано 6 единиц грузовой техники и 7 мусоровозов. По скользящему графику, практически без выходных, здесь трудится 27 рабочих. Однако проблем все же избежать не удается. Многие размещают крупногабаритные отходы и отходы сельскохозяйственной деятельности около контейнерной площадки. И это является одной из основных проблем. К крупногабаритному мусору относятся строительный мусор, бытовая техника, старая мебель, предметы интерьера, ветви деревьев, пни и тому подобное. Такой мусор собирают и утилизируют по строгим правилам. Это, в свою очередь, влечет определенные сложности для качественной работы соответствующих служб и организаций, которые занимаются сбором, вывозом и переработкой. За подобное неисполнение правил благоустройства территории поселения Сергиевского района предусмотрен немалый штраф. На данный момент за нарушение этих правил уже составлено более 40 протоколов, вынесено множество предупреждений и выписано штрафов на сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Размер штрафа какой? Значит, на граждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц и на индивидуальных предпринимателей до 8 тысяч и на юридических лиц от 5 до 20 тысяч рублей. Крупные габаритные отходы запрещено в контейнер складывать и сельскохозяйственная растительность. Если таких людей выявляем фатка, ну, когда несут, приводятся, рядом кидают, то, значит, составляем адаптуративный протокол и потом рассматриваются на адаптуративную комиссию. Правила для избежания штрафов просты и знакомы каждому практически с детства. Не бросать мусор в реки и на газоны, не вывозить мусор на поля, огороды и парки, не выливать отходы на улицах, во дворах, а выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места. Однако многие почему-то эти правила игнорируют. Административная комиссия постоянно следит за чистотой контейнерных площадок и регулярно проводит рейды. Помимо этого есть еще одна существенная проблема. Хотя стоимость вывоза ТБО для каждого отдельно взятого жителя безусловно мала, за вывоз 37,5 килограмм хлама взимается 40 с небольшим рублей в месяц. Не все считают необходимым оплачивать данную услугу. За последний год договор на вывоз мусора заключили около 70% всего населения района. В селе Сергеевск около 50%. Основное количество из них жители многоквартирных домов. Среди проживающих в частном секторе желающих нашлось немного. Все заключают договора на вывоз ТБО. То есть тем лицам, если когда мы именно ловим с поличным, выкидываем мусор, как и что смотрим, и проверяем, если у них не заключено вывоз ТБО, то значит уже у таких людей нисхождения не будет. То есть это уже штраф намного будет больше. Федеральный закон, обязывающий каждого заключить договор на вывоз мусора, вступит в свою силу с 1 января 2017 года. До этого момента осталось всего два месяца. За это время оставшиеся жители Сергеевского района могут заключить его в добровольном порядке, не дожидаясь принудительных мер. Валентина Пликарпова, Антон Иванов, информационная служба телеканала «Радуга-3». Русская изба и печь, инструменты и изделия народных умельцев, экспонаты и фото-выставки. Но самое интересное – мастер-класс по гончарному делу. В эти дни, в дни школьных каникул, посетителями Сергеевского музея стали ребята из Верхнеорляндской школы. Ткацкое производство, гончарное искусство, выставки и экспозиции. Есть что показать посетителям. Экскурсия по залам музея для ребят из Верхнеорляндской школы началась с фото-выставки, посвященной районному отделу внутренних дел. На фото запечатлены моменты жизни и служебной деятельности полицейских разных подразделений. Здесь же фотографии из горячих точек, вырезки статей газеты «Сельская трибуна», а также грамоты и благодарности, датированные 80-90-ми годами. Если честно сказать, в фондах музея была только одна фотография. Это первое здание РУВД. И на данный момент, сейчас мы владеем уже, я не скажу, что большим фондом, так как эта работа ведется в течение только месяца. И, в принципе, нам предстоит еще большой объем работы. На данной выставке у нас представлено 100 фотографий. Совместными усилиями с отделом внутренних дел, с ветеранами службы сотрудники музея собрали большой материал. Форма, награды, именные часы пока выставлено не все, но уже интересно. На следующий год можно будет продолжить эту работу. Можно будет брать уже не только фотографии советского времени, так как мы уже их представляем нашим посетителям, но, может быть, даже будние полиции, дни сегодняшние. Мы можем провести и конкурс, например, полиция глазами детей. Мы предлагаем такие варианты. Я думаю, может, мы и даже договоримся о проведении таких совместных мероприятий. Следующим этапом экскурсии стал мастер-класс. Как создаются изделия из глины и почему их обязательно нужно обжигать. У ребят было много вопросов к мастерам. Все тонкости гончарного дела сначала им рассказали, а потом дали возможность самим смастерить посуду из глины. Мы это все у нас убираем. Эта глина уже не пойдет. Мы уже берем другую глину. Мне очень понравилось лепить из глины на этом гончарном станке. Получился очень хороший такой горшочек. Потом сейчас вот ежика. Делаете тоже? Да. Вы же очень домой повезете? Да. Мне очень понравилась экскурсия, но больше понравилось лепить из глины. Было очень круто. Я тут, конечно, первый раз делаю, но понравилось. Очень важно дать детям почувствовать материал, уверены мастера. Эта работа помогает сконцентрироваться. Она настолько увлекательна, что ребенка трудно оторвать от гончарного станка. Вообще работа с глиной – это приятное занятие, улучшающее настроение. Стоит отметить, что мастер-классы по гончарному делу в музее проводятся практически ежедневно. Сейчас, во время каникул, посетителями являются школьники района. Надежда Щепакина, Руслан Зубарев, Александр Семкин. Телекомпания «Радуга-3». Сегодня в отделе ЗАГС муниципального района Сергиевский выдали 400-е с начала этого года свидетельство о рождении. Как водится в таких случаях, регистрация юбилейного малыша, в данном случае малышки, проходит в торжественной обстановке. Родители принимают подарки и поздравления. 2 ноября в Сергиевском районе был зарегистрирован 400-й ребенок, родившийся в этом 2016 году. Это произошло на 4 дня раньше, чем в прошлом 2015. Юбилейными счастливчиками стала семья Резябкиных. 21 октября 2016 года у них появилась на свет дочка Ангелина. Это второй ребенок в семье. Причем их старшему сыну уже 20 лет. И имя сестренки выбирал именно он. Мы ее долго ждали. Она у нас долгожданный ребенок. Дома перестановки уже есть? Конечно. Ну, в дальнейшем смена жилья предвидится. По данным Сергиевского отдела ЗАГС, сейчас по году регистрируется практически равное число рожденных мальчиков и девочек. Родителям новорожденной Ангелины, Владимиру и Ольге рассказали на церемонии регистрации о том, как рады видеть здесь новые семьи, а также о тайне имени их дочери. Ведь, как выясняется, именно речение – это отдельная важная тема. Если мальчикам редкие имена достаются нечасто, то родители новорожденных девочек удивляют своей фантазией раз за разом. Праздник для нас и для всего района, что 400-й малыш у нас сегодня зарегистрирован. Будем регистрировать торжественно. Если говорить о том, что оправдал или нет, мы, конечно же, до 31 декабря стараемся не торопиться. Но если говорить по прошлому году, то 400-й ребенок был зарегистрирован 6 ноября. Ну, чуть-чуть, но у нас задельчик какой-то есть, потому что в том году мы, конечно, были расстроены, что до 500 не дотянули. Ну, не знаю, какие перспективы на этот год. Мы надеемся на 500, но будет в пределах прошлого года такое же количество рождений, как минимум. На торжественной церемонии регистрации новорожденного присутствовали и гости. Это руководитель Комитета по делам семьи и детства, администрация муниципалитета, а также председатель Женсовета Сергеевского района. Они тепло поздравили родителей, отметив, что не только семья, но и район ждал маленькую Ангелиночку 400-го малыша. В этот день прозвучали самые важные слова о материнстве, семейственности, роли отца, об ответственности и любви в этой маленькой ячейке нашего общества. Родственники, сопровождающие родителей на церемонию, пожелали третьего малыша для этой семьи. Традиционными на таких встречах стали многочисленные подарки, которые в этот раз были упакованы, конечно же, преимущественно в розовый цвет. Родилась новая гражданка. Екатерина Фарисея Ермакова, Руслан Зубрев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Накануне поздравления с профессиональным праздником принимали судебные приставы исполнители. День судебного пристава в России установлен президентским указом от 8 сентября 2009 года. Дата празднования – 1 ноября. Впервые упоминания о судебных приставах встречаются на Руси в документах периода феодальной раздробленности. В то время приставы могли привлекать к работе войска и полицию, а наказание доходило вплоть до каторжных работ. С того времени, конечно же, многое изменилось. И сегодня Федеральная служба судебных приставов – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 4 ноября в День народного единства Центральная площадь Сергеевского района приглашает всех жителей и гостей муниципалитета на традиционную сельскохозяйственную ярмарку, начало которой в 9 часов утра. Здесь вы сможете приобрести продукцию ведущих сельхозпредприятий района, мясо, колбасные изделия, молочную продукцию, подсолнечное масло, овощи, яблоки, мед, зерно, а также реализовать излишки производственной продукции. И в продолжении темы. 4 ноября наша страна отметит День народного единства. Праздник с богатейшей историей, которая началась более 400 лет назад. День единения призван сохранить память о событиях 1612 года. Литературный час сегодня провели в Центральной районной библиотеке. И теперь ребята знают, кто такие Минин и Пожарский, и что значит смутное время. 4 ноября по всей стране пройдут празднования Дня народного единства. В преддверии этого праздника 2 ноября в Центральной библиотеке прошло мероприятие под названием «Бессмертен тот, кто Отечество спас». Его участниками стали учащиеся среднего и младшего возраста. Ребятам рассказали об истории возникновения такого праздника, как День народного единства. Узнали присутствующие о том, кто из исторических личностей сыграл важную роль в объединении русского народа. В игровой форме для участников прошла викторина. С ней они успешно справились, ответили на все вопросы и получили свои призы. В заключении ребята посмотрели музыкальный исторический мультфильм. Сотрудники библиотеки часто проводят для школьников познавательные мероприятия. Замечательно, что такие вечера проходят и на каникулах. Это помогает ребятам провести время с пользой, отдыхать и узнавать много нового и интересного. Целью нашего мероприятия было рассказать детям историю происхождения праздника, о том, как русский народ помог выгнать польских интервентов из Москвы, как он освободил русских интервентов из Москвы, о том, какую роль сыграли Минин и Пожарский в объединении русского народа. Дети показали, какие они маленькие историки, какие у них хорошие, неплохие знания, и лучшие победители получили призы. День народного единства – государственный российский праздник. Он празднуется ежегодно 4 ноября. Его история начинается в далеком 1612 году, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского был взят Китай-город, и Москва освободилась от польско-литовских оккупантов. Идея сделать праздничным день 4 ноября как день народного единства была высказана Межрелигиозным Советом России в сентябре 2004 года. Впервые его празднование прошло в 2005 году. Этот день напоминает нам о том, как когда-то люди разных вер и национальностей объединились в защиту нашей Родины, о подвигах и силе духа наших предков. Валентина Поликарпова, Александр Семкин, информационная служба телеканала «Радуга-3». На этом наш выпуск завершен. Далее прогноз погоды на завтра. Ну а информационная служба продолжает следить за развитием событий. Удачи и до встречи. В четверг 3 ноября в Сергиевском районе ожидается облачная с прояснениями погода. Замерзающий туман, плохая видимость. Температура воздуха минус 5 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер южный 2 метра в секунду. Специальное предложение для владельцев автомобилей «Лада». Зимняя диагностика автомобиля за 299 рублей. Замена масла и фильтра от 1100 рублей. И запасные части с выгодой 20%. «Лада». Переключись на зиму. ООО «Урал. Лада». Село Красный Яр. Улица Степная. Дом 4. Телефоны 8 846 572 07 17 и 8 927 905 48 07. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова